Она переводчица с китайского языка, она же и художница. Ксения Финакова пишет картины акрилом и маслом, играет с техниками и стилями. Абстракция, люди, природа. Направлений много. Кадры и снов, также фантазии. Вот, например, у меня есть марсианский пейзаж, лунный пейзаж. Я подумала, почему бы и нет земляных пейзажей очень много, а вот почему бы и не сделать пейзаж Марса. Планету Марс назвали в честь бога войны, и, видимо, он вдохновил Ксению на новую сюжетную линию. Она стала писать образы защитников Родины. У Ксении есть и друзья, участники спецоперации. Их смелость и сила стали катализаторами новых творческих идей. Результат не заставил себя ждать. Коллекция отправилась радовать военных на передовую. Парад цветов, воины с гиацинтами, тюльпанами, гвоздиками – это отсылка к российскому оружию. И народный любимец, чей мурашка составил компанию. И полотно под названием «Король», на котором изображен брутальный мужчина, уже готова к экспозиции. Это кадр из видео, который мы все видели. Там, где командир артиллерии, команда 333. И я когда увидела его, у меня в голове возникло слово «Это король». Но он такой прочный, такой сильный. На подходе новое произведение. Ксения пишет работу под названием «Позывной рысь». Художница привезла свои полотна активистам Народного фронта. Скоро общественники бережно сложат предметы искусства и отправят их вместе с гуманитарной помощью нашим парням. Сегодня мы очередной гумконвой отправляем для ребят, которые выполняют не менее важную задачу, оказывают ремонт техники, которая по той или иной причине вышла из строя, и они занимаются восстановлением. Поэтому для них мы приготовили очень необходимые инструменты, материалы, которые им будут очень полезны для выполнения своего служебного долга. И картины, и вещи, необходимые ремонтному батальону, переданы по проекту «Народный фронт. Все для победы». Виктория Черкова, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.